Компания «Элта» представляет Регулярные занятия спортом Управление сахарами, эмоциями, ежедневные отчеты о проделанной работе Первые три месяца под руководством эндокринолога, тренера и психолога Для этого нужны силы, и мне показали, где эти силы взять Второй этап – три месяца самостоятельной работы, без экспертов Я раньше думала, что я на это не способна Реальные преодоления Реальные победы Реалити-проект о жизни людей с диабетом Мы бросили себе вызов, а ты? Сегодня в загородном доме 11-й общий сбор Этот день был задуман как особенный – семейный К нам приехала Оля со своей семьей Ух ты! Участники пригласили родных и близких, чтобы они своими глазами увидели, что такое Диа-челлендж Нюра, давайте знакомиться Дима Марина Славна Очень приятно! Это мой папа Вот Завод его Леня Леонид Григорьевич Леонид Григорьевич, точно Рассказывай Да Ну мне, конечно, было очень интересно, куда она каждый выходной сруливает На весь день На такси, причем туда и обратно Стало интересно посмотреть, поучаствовать Может быть, даже для себя что-то я здесь подчеркнул Мне кажется, что приехала Даша, да еще и не одна, а с Федором О Федоре мы слышали много раз Но кто этот человек, как он выглядит вживую, увидим сейчас Когда все были в сборе, ведущий проекта Дмитрий Гриневич озвучил регламент встречи Все как обычно Консультации у экспертов Групповая спортивная тренировка Подсчеты хлебных единиц БЖУ Калорий Вот только теперь участники Диа-челлендж и их гости все это будут делать вместе И большинство из приглашенных впервые в жизни Обед у нас будет по расписанию Всегда Я смотрю, это обрадовало больше, чем постоянная консультация Тогда, ребята, всем отличного дня Надеюсь, что ваши родные никогда не пожалеют о том, что они приехали Здравствуйте Здравствуйте, проходите Это Кирилл Здрасте Очень приятно Взаимно Ну что, какие у нас сегодня новости, какие вопросы? Меня больше всего ночью волнуло, потому что последние несколько дней ночью сахар растет Раньше такого не было, сейчас начался То есть каждую ночь получается эскаловую Но базу я сама не трогаю С нуля ставим единицу 1,1 в 6 утра пока ставим Ну и пока, собственно, все по базе Вероник, скажи, пожалуйста, что с базой? В начале проекта у меня каждый час, да, была разная доза базального Мне это жить не мешало И я, в принципе, даже как-то ее корректировала Повышала, понижала, если было нужно Ну просто под неправильную базу ты в итоге выстраивала неправильный коэффициент, чтобы подстроиться Но мы с Анастасией за этот вопрос взялись Базу мы разбили на 4, получается, интервала Соответственно, с определенным коэффициентом на каждом интервале И сейчас просто я немножко повышаю дозу базального в связи с потребностями организма Потому что при беременности дозы будут постоянно расти Соответственно, сейчас они все чуть-чуть выше, выше, выше Но у меня уже нет никаких странных гип или гипера И ночи у меня все ровные Вероника пришла на проект Диа-челлендж с двумя целями Одна из которых осуществится уже через несколько месяцев В начале февраля УЗИ показала Будет сын Муж Вероники счастлив Материнства она больше не боится И проблем в этом никаких не видит Мужа своем я ценю крепкое плечо Для меня именно самым большим откровением было то Что я в какой-то момент могу расслабиться И все мои проблемы, скажем так, поделиться ими с кем-то другим И что я уже не одна должна их решать Вероника и Кирилл – выпускники физического факультета МГУ Там и познакомились Она защищала курсовую Он сидел среди слушателей И понеслось, закрутилось, начали общаться Вот, и я как раз, даже не помню Просто вот сказала, у меня диабет И потом, спустя уже год или два Он меня спрашивает Слушай, а зачем ты мне вообще так Ну, сразу об этом сказала, да? Может быть, я испугался и убежал Лучше пусть это было бы сразу Чем там через год или два Единственный раз, когда гуглил и смотрел, что и как Прежде чем делал предложение, да То есть меня, конечно, слегка напрягало Непонятно было До этого, как бы, ну, встречались-встречались Как бы, а вот именно уже перед ответственным шагом Я все-таки решил нажать в поиске кнопку Поискать, что такое диабет А дальше, если человека любишь Ну, какая нафиг разница Дальше уже все вместе преодолеть Само заболевание выдвигает необходимость, потребность В систематических, последовательных действиях Да, то есть самоконтроль, самоконтроль, контроль еды Контроль уровня глюкозы Очень много контроля Это на всю жизнь И, конечно же, это утомляет Это истощает И в этом смысле нужна внешняя поддержка Да, кто же будет этой поддержкой, как неблизкие Он постоянно говорит, ты покушала Витамины выпила Витамины выпила, ругается с тебя, витамины не выпила Даша и Федор встретились в фитнес-центре Она приходила заниматься Он работал тренером И, естественно, Даша сразу же сообщила ему о своем диабете Такие вещи тренер должен знать А как ты реагировала? Что-то не помню Нормально Слушайте, давайте вот что я вам скажу Это очень важная тема Вот как я отношусь к своему диабету Как я его преподношу Так и он к нему относится И если он видит, что для меня это сейчас важно То есть когда мой проект начался Я сколько времени проводила на кухне Я постоянно эти контейнеры собираюсь То есть ты постоянно все, не трогай меня Но все равно это нервное напряжение То есть он как-то, да, у меня Своится сейчас все это быстро происходит Да как Федор у нас еще бургеры очень любит И вообще Это больная тема Я сказала, вот сейчас свое питание выровняла И потом займемся Федор Вопрос на засыпку Есть 4 килограмма В одном килограмме 1000 грамм Значит 4000 грамм В 4000 граммах Пиши калории Килокалории 1296 Белки 30 Ну пиши 36 Жиры Ну напиши 70 Но задача на самом деле была Не то, чтобы даже научить Этих вторых половинок Делать все то, что умеют наши участники Моя задача, вот как я ее перед собой поставила Было несколько окунуть их В данную ситуацию И показать им, что в принципе Есть сложности Да Но если Они, любящие люди Несколько окунутся И помогут В решении определенных задач То их вторым половинкам Болеющих с охранным диабетом Будет просто проще На тренинге психолога проекта Василия Голубева Который состоялся Две недели назад Участники познакомились С понятием Круги поддержки Ближний круг Самый важный И не только для людей с диабетом Любая проблема становится меньше Если рядом есть кто-то Кто тебя понимает Делает сильнее Помогает Ну как помогаю Я смотрю за ним Слежу, как он себя ведет Вот отслеживаю Вижу, как он Что у него Высокий сахар Или низкий Я сразу его вижу Когда если у него гипер начинается Я сразу вижу его Уже определяю по нему Чисто зрительно Я ему говорю Дима, у тебя низкий сахар Тебе надо померить сахар Иногда бывает Он мне не верит Да ладно У меня высокий Ну а в результате Оказывается я права Похоже есть Какое-то особенное Женское чутье Которое помогает Когда мы только Начали с ним встречаться Мы с моей подругой Поехали гулять Ну к нам на огород Поехали И у Димы Случилась гипер И он начал так интересно Как-то вот Что-то вот Как танцевать Что-ли Что-то изображать Что-то ногами Нам сначала было Это смешно С подругой Мы смеялись Но мы-то не понимали этого Что с ним случилось Ну а потом он вроде Как бы в себя пришел И объяснил нам Что с ним было За 13 лет Супружеской жизни Наталья хорошо усвоила Что такое Гипогликемия Замедленные движения Ответы не в попад До проекта Подобные состояния Были привычным делом Для Дмитрия К сожалению Коснулась Моей семьи Но Слава богу Мы живы И здесь сейчас сидим Все нормально Основная задача К Наталье Дима с утра Не понимает Какое количество Сырой крупы Было сварено Поэтому Как раз Нужно просчитать Один раз Сколько же Вы кладете ему В эту тарелку Поэтому Сначала Просчитываем В сыром виде И по-хорошему Лучше идеально Вносить Под секрет Именно Сырую гречку Вообще Любую другую Сырую крупу Мы сегодня Просто отварим Я хочу На самом деле Посмотреть До какой консистенции Любит Дмитрий Кто-то любит Совсем разваренную Крупу Кто-то любит Чтоб она Такая была Полуотварная Мне вот это Это тоже Очень важно Потому что От этого Естественно Сахар по-разному С себя ведет Если она Слишком разваренная Он быстрее Поднимается Если это Просто иногда Некоторые Даже не отваривают Гречку А на ночь взливают Соответственно Он медленнее Намного поднимается Наталья настроена Решительно Она научится Просчитывать еду Успехами мужа На проекте Гордится Он даже Установил себе Помпу Чтобы лучше Компенсировать Заболевание Правда Пока так и не смог С ней подружиться Многие Может быть И хотели бы Перейти на помпу Но просто Не знают Как это делать Боятся Это делать Не знают Как ее настраивать И вот Прочее Скажите Как разобраться С помпой Самое главное Надо ответить Тебе на вопрос А зачем тебе помпа Если у тебя идеальная Компенсация на ручках Помпа тебе не нужна Помпа Это не панацея Компенсации диабета Панацея Компенсации диабета Твои мозги И твое понимание Что и как делать На помпу Переходят люди Когда Они не справляются На ручках Они не могут Подобрать себе Базовые инсулины У очень многих людей Аллергии На разные базовые инсулины Плюс мы прекрасно знаем Что разные инсулины Пиковые Есть сейчас Новейшие инсулины Но они Невероятно дорогие И очень сложно Во многих регионах Их в принципе Получить И поэтому Для таких людей Возможный выход Это помпа Плюс есть такие понятия Как синдром Утренней заре И синдром Вечерней заре Я радостно Владею ими двумя Уже очень много лет И помпа Для меня Это просто выход Даша Расскажи пожалуйста Как у тебя Осуществилась Вот эта мечта И желание Совместить серф И помпу Все говорили Одинаково Как пойдет Так пойдет Я крепила На ягодицу Катетер Потому что На животе Невозможно Ты постоянно Животом касаешься До доски И поэтому Не только на ягодицу Сверху одевала Купальник Сверху купальника Я одевала Лайкру Которая Как следила Какой-нибудь Частливый купальник И сверху Лайкру Я одевала Еще и лосины Или Шорт Потому что У меня получается Три слоя Сверху И все У меня ни разу Не собралась Не собралась Катетер Я все время Я набрала с собой Инфузионки Чтобы если что Менять каждый день Ну Что если она будет Дираться Я буду каждый день Нет Я меняла Так же Раз в три дня Насчет ДОС Сверх Это очень Большая нагрузка Это карлиная нагрузка И Сахар Естественно Падал И я Час плавала Выходила Измеряла Сахар Докалывала Потому что Час я без помпы Докалывала Базаль Не было И шла Опять Одевала Обратно Все знали Весь пляж Знал Что у меня Диабет Посмотри В общем территория Вообще огромная Вот Там вообще Площадка На которой мы тренируемся Каждое воскресенье Пока в доме обсуждают Тонкости жизни с диабетом Настя Мартынюк Проводит для своего папы Экскурсию Вон там проходил концерт Диаталанты На котором она была Ведущей Это было очень круто Было очень технично Вы согласны со мной? Да Еще раз аплодисменты Спасибо, Дина А здесь ее первый раз Похвалил тренер проекта Алексей Шкуратов О, работа пошла Четыре Три Молодец Настя хочет посвятить папу Во все детали Диачеллендж Я очень рада, что он приехал Потому что для меня это очень важно И очень Очень приятно То, что они уделили время Для того, чтобы окунуться В этот мир диабета Мне кажется, это говорит только о том Что они Начинают это пропускать через себя То есть я совсем А я начинал Чередоваться Смотри, поднимай гантели вот так Смотри Вот так, да И 20 джимов наверх Ты тоже самое, Настя Дим, давай тоже Давай дверь Вот такая вот история За счет такой работы Глубина контакта Возможность получить еще большую поддержку Еще большую помощь Она увеличилась Здравствуйте Здравствуйте, Анастасия Походите Здравствуйте Присаживайтесь Ну что? Как дела? Первое, что я спросила у папы Первый вопрос Я говорю, ну как, Анастасия? Что-то поменялось? Он говорит, ну Фантиков от конфет Я уже, как, не вижу Смотрите, готовить я начала Уже давно Я заметила, да Прямо мне это как-то, ну То есть я хочу-хочу еще А готовим только к себе или всей семье? Ну не хочу, перепадает Перепадает? Настиному диабету 17 лет И все это время Одной из главных проблем для их семьи Была нехватка информации Поэтому Настин папа рад каждому новому знанию Которое он сегодня получает от экспертов и участников проекта Ну и в будущем, возможно, мои приобретенные здесь знания Могут помочь ей Или, может быть, в другой ситуации Если кто-то, может быть, даже со стороны человека Попадет вот в такой ситуации Я вам смогу что-то подсказать Что нужно знать? Конечно же, нужно для первого типа Понимать вообще, что такое хлебная единица Четко для себя решить, что ты понимаешь под ней Потому что кто-то считает 12 Кто-то считает 10 Поэтому я всегда говорю Во-первых, дневничок питания На этом дневничке питания Всегда должно быть для упрощения работы с эндокринологом Основные моменты Углеводный коэффициент Нужно понимать и подобрать для себя продленный инсулин Или там средней продолжительности действия Если это помповая терапия Однозначно разбираться сначала с базой После этого трогать уже какие-то другие моменты И далее, конечно же, нужно не забывать о том Что каждый организм индивидуален Мне кажется, относительно диабета конкретика только одна Нужно изучить свой организм Да Потому что у каждого все равно пора Да, есть какие-то общие принципы Как настроить базу Как подобрать углеводные коэффициенты Но надо понимать, что эти общие принципы В любом случае корректироваться должны под определенного человека Если бы у всех было все одинаково У всех была бы идеальная компенсация Поэтому основной момент Это очень подробно изучать свой организм Как еда реагирует на сахар В какие периоды времени И так далее, и так далее, и так далее Пока вот этого человек не знает У него не будет идеальной компенсации И никто за него ее не сделает То есть диабет – это болезнь пациента, а не врача Все правильно говоришь Однако вначале ты сказала, что на проекте Мы с Анастасией там настроили базу Решили так и так То есть, ну, объективно Врач-эндокринолог, диабетолог Он все-таки нужен Такой грамотный врач Который тебе направит И скажет тебе Расскажет про все азы Дальше ты действуешь только сам Потому что ты с этим живешь каждую секунду Постоянно считает Мало того, она сейчас меня заставила все считать Поставила мне эту программу И объяснила, как ей пользоваться Расчет калорий Сижу и считаю Считаю Когда Нюра заболела 29 лет назад Калорий не считали Еду не взвешивали Содержание углеводов прикидывали на глаз Более того По рассказам Нюриной мамы В вопросах диабета Многие предпочитали верить экстрасенсам А не врачам Я очень благодарна своим родителям Что в то время, когда о сахарном диабете Вообще не знали Вообще мало кто знал Что в городе было там человека 2 с сахарным диабетом Что мои родители не повелись На всякие там шаманские уловки И не стали меня лечить травками Заговорами И еще что-то Потому что давление, конечно, было со стороны Наших родственников Знакомых Друзей очень много Ну, хотят же все пожелать добра Чтобы у ребенка не было диабета Для меня было очень важно, чтобы мама попала также на этот проект И рассказала о своем опыте О том времени, когда я только-только заболела диабетом И поделилась с родителями, кто оказывается в такой же ситуации Диабет — это констатация факта Это не приговор Что не надо баловать ребенка Он не супер особенный То есть это совершенно обычный ребенок, которому колет инсулин И еще Мама, не бросайте работу Рядом должен человек жить Который дает программу развиваться Любить жизнь Видеть плюсы там, что небо синий Птички летают Если что-то, ну, там Пишите, обращайтесь Вот ко всем ребятам, кто был на проекте Они расскажут, как они рожают детей Как заводят семя Как они путешествуют, они молодцы И еще раз повторю Очень-очень важно Это поддержка и информационная составляющая Если пустота и неизвестность Это очень плохо Когда кто-то может помочь, подсказать что-то Посоветовать Именно правильно посоветовать Вот Это очень важно в жизни Не только для больного, повторю Но и для родственников Меня почти после каждого выпуска спрашивают Удалось ли мне похудеть Могу ли я дать какие-то рекомендации по питанию Тем, кто хочет похудеть Пишут много слов благодарности Спасибо, что вы рассказываете Искренне рассказываете, что происходит Что как бы видно, что это не наигранное Транспортировка инсулина Инсулин в жарких странах Как перевозить? Очень частый вопрос Как следить за инсулином, чтобы он не попортился У инсулина есть свой температурный режим Да? Да Ну, это вопрос Вот ты летаешь, путешествуешь Ты когда летела в Вьетнам И сколько там было? Подожди Месяц Ты на месяц туда затаривалась, да? Инсулин я беру больше, чем на месяц Я беру примерно на 2 месяца инсулин Что с температурой и с хранилией? Температурой Наши технологии дошли до того, что инсулин очень хорошо и бережно охраняется той упаковочкой, в которой он запакован Ну, а все же, что должно произойти, чтобы инсулин был испорчен? Долгое время при высокой температуре На жаре, да На жаре, или если это... Под первыми лучами солнца Если это компа, даже, кстати, к телу я замечала У меня был период, когда я сидела на безуглеводной диете И мне вот этого одного картриджа инсулина на 300 единиц хватало почти на 2 недели И я начала замечать, что на 8-9 где-то день у меня возрастает сильно потребность Потом я меняю картридж, и потребность снова падает То есть, получается, реально за 8 дней в помпе Учитывая, что помпу я все время ношу к телу Он начинал портиться, да И я тоже стала заправлять с расчетом на 5-6 дней максимум Мне нравится, что у нас в проекте все уже стали как большая семья То есть, девочки, мальчики, в том числе, не стесняются друг другу советовать Задавать какие-то вопросы Они, может быть, кажутся личными, но, может быть, мне как раз они сейчас нужны Мы настолько все близки между собой Что какая-то действительно почти семейная атмосфера И взаимопомощь, это очень круто Так, что-то повесим, посмотрим Да, это раковина Семьсот грамм получилось Так Там у нас... Это какой? Это индейка? Это индейка Индейка у нас была 1020 1002 Стало 700 грамм И давайте эту замерим Ну и, собственно, мы сюда будем Вообще, кто-то, может, уже начнет, хочет кушать Ровно через неделю первый этап проекта Диа-челлендж будет завершен В следующее воскресенье подведение итогов В конце сегодняшней встречи Участникам отъявят, что их голоса тоже будут учитываться при выборе победителя То есть голосовать придется всем И вчера просто такие дебаты были Не все же знали, что будет голосование Ну, это был как бы слушок такой Все такие, давайте сделаем так, что мы не будем голосовать Оля там всех быстро вразумила Оля наша, второй Василий мы ее называем Мне кажется, что тот факт, что ты кого-то выбираешь как наиболее, по твоему мнению, продвинувшегося, постаравшегося, не оскорбляет остальных То есть я открыто признаю, что все, по моему мнению, все как-то изменились в лучшую сторону Вот, ну, я за голосование, мне кажется, это абсолютно нормально И вообще без здоровой конкуренции результат хуже, мне кажется Это очень, очень хороший способ себя подзадорить Я думал, вчера как раз подумал об этом Я думаю, что я проголосую за Нюру Она большая молодец И она может что-то интересное рассказать Развеселить, порадовать Ну, мне это очень нравится Я бы выбрала одного участника, за которым я не знаю, почему так Почему мой акцент попал именно на него И именно он в моем поле зрения И выбрала я его как объект наблюдения Это Дмитрий Это проект Диа Челлендж Встретимся через неделю ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА